В отдел по обращению граждан приходит множество писем. В каждом просьба помочь в том или ином важном вопросе. Среди тех, кто наиболее часто обращается, пенсионеры, многодетные матери, инвалиды, то есть категория людей, которым требуется социальная поддержка. С обращениями в отделе работают, основную часть передают в структурные подразделения районной администрации. Но некоторые особо важные попадают в главе района. Каждую третью среду месяца Сергей Кошман проводит прием граждан по личным вопросам. На последнем таком приеме побывала наша съемочная группа. Работа с обращениями граждан в районной администрации ведется давно. Ежемесячно по интернету и в письменном виде жители района обращаются с проблемами. Большинство вопросов решаются на уровне заместителей главы. Вопросы, заданные в письмах, не все в компетенции администрации. Некоторые письма даются с ответом о том, куда необходимо обратиться человеку для решения своего вопроса. В какие структуры, федеральные органы или министерства какие-то, которые решают эти вопросы. Если вопрос в компетенции администрации, то администрация пытается решить этот вопрос. И обязательно в любом случае гражданину дается ответ. Но есть вопросы, которые глава района рассматривает сам, приглашая обратившегося с проблемой для беседы в свой кабинет. У Бориса Константиновича Оксиненко есть мечта, ради которой пенсионер обивает пороги административных кабинетов уже не первый год. Пришел с вопросом о выделении земли в аренду. Заниматься сельскохозяйством. Хочется, да. Хочется, да, заниматься. Выращивать хорошие, предпочтение продукты. Излишки Борис Константинович хочет отдавать детским садам, чтобы малыши могли получать полезные натуральные витамины. Глава района проникся идеей пенсионера и тут же принялся за решение проблемы. Гоняют человека по кругу. Значит, примит это решение, мне доложи, выдадим ему участок в аренду. Десять соток. И все. Баста. Раз это поселение Волоковское валяет дурака, тогда взять и выделить. Конечно, не всегда вопросы возможно решить одной волей главы. Но, как убежден Сергей Кошман, если есть полномочия и возможности, навстречу людям идти необходимо.